Вот мы посмотрели Олимпийскую чашу, а сейчас пришло время пересаживаться на наш новый транспорт. Привет, интернет! Это снова Дед Мопед, меня зовут Сергей. Этот ролик я решил сделать, потому что, когда отдыхали в Сочи, мы прокатились на очень интересном виде транспорта. Да, действительно, он меня заинтересовал. К сожалению, в нашей деревне таких повозок нет, таких трициклов. У нас самая маленькая машинка. Это автомобиль АК или Деутика. Меньше я не видел. И вот я решил для себя выяснить, что это за транспорт и рассказать вам, естественно, эту информацию. Когда я начал изучать интернет, я наткнулся на великое множество разновидностей китайского автопрома, который предлагается для покупки. И непосредственно долго пришлось искать, чтобы найти похожий вариант, который непосредственно тот, на котором мы ездили. Коротко о самом трицикле. У него мотоциклетный руль, водитель один, рядом с ним никто не сидит. И пассажирский отсек на 4 человека. С виду он кажется очень маленьким, но на самом деле на заднем сиденье могут поместиться даже двое взрослых мужиков. И напротив них еще двое мужиков. А теперь давайте посмотрим технические характеристики. Краткая характеристика. Это пассажирский транспорт. Электропитание больше 800 Вт. Что это значит, я не знаю. Эквивалент 110-кубового двигателя. Город происхождения Сычуань, Китай. Грузоподъемность 400 кг. То есть 5 человек по 80 кг могут ехать на нем. Максимальная скорость при максимальной загрузке 40-45 км в час. Да, действительно, он больше не едет, он просто воет. Ты на нем едешь и страдаешь. Максимальная скорость, наверное, имеется в виду, когда один водитель, это 50 км в час. Привод электрический, напряжение батареи 60 Вольт. Размеры 2 метра 65 сантиметров, в ширину на 95 сантиметров и высоту 1 метр 70. Тормоза барабанные. Двигатель электрический, бесщеточный. Написано, что 1 кВт. Но, честно говоря, странно. 1 кВт. И он довольно шустро ехал с таким грузом с нами. Хочу отдельно отметить, когда мы въезжали на развязку в Сочинском парке, и дорога пошла в подъем, где-то уклон примерно 15% был, водитель сказал, ребята, держитесь за поручни. Нажал на тормоз, включил понижайку, и он поехал вверх. Конечно, медленнее, рычал, урчал, но довольно уверенно поехал на понижайке. Меня удивила вообще поездка на этой штуке. И, честно говоря, было бы круто, если бы в нашем городе были такие услуги. Ну, не то, что каршеринг, а просто взять на прокат, покататься один день с экскурсией по каким-то местам со своей семьей. Потом можно было вернуть. Но, к сожалению, у нас этого нет. Может быть, когда-то это и будет. Расскажите, как вам понравилась эта тема? Стоит ли такие выпуски делать вообще? К сожалению, пока что сидим в самоизоляции. Постройка текущего проекта и тест Шмель-33 пока под вопросом, потому что мы сидим по домам, а дома пилить, болгарки работать и сваркой как-то неправильно. Поэтому подождите, но скоро все будет. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео. Пока!